один из секретов популярности манги сейчас это связь с традиционным японским искусством то есть то что манга по сути современная она не утратила вот этой зависимости вот этой связи с традиционной японской культуры и конечно же с историей потому что чтобы иметь такой богатый бэкграунд культурный манга должна конечно иметь богатую историю при этом то есть манга это у нас не детище там 21 века например даже до конца двадцатого века хотя некоторые так считают на самом деле манга имеет очень такую богатую интересную историю конечно в двадцатом веке много чего произошло это очень интересное время для изучения истории манги но вот про то манга про образы манги они существовали у нас аж в 12 веке кто-то вообще даже говорит что с иероглифов все началось что иероглиф это первые картинки это первые вот эти символы да это первые образы с которых началась про то манга ну мы так далеко заходить не будем давайте немножечко так пробежимся по основным этапам истории манги здесь конечно же не все это вот самое главное что я для вас выделила на открытом уроке более подробно там историю двадцатого века историю манги мы разбираем на наших курсах но сейчас просто мы не успеем пока посмотрим давайте самое главное история манги считают многие манго исследователи считают что именно вот 12 века началась история манги и первое про то манга первые прообразы манги это у нас книги свитки такие были которые назывались эмаки моно они были монохромными конкретно вот чё цзю дзимбу цугига да это монохромная живопись поскольку автор как раз этого свитка это монах это была серия из четырех свитков авторство буддийского монаха соответственно в то время когда монохромная живопись буддийских монастырях была очень очень популярна переводится этот свиток как картинки о проказах зверей и птиц и датирован вот как раз двенадцатом веком автор изображает животных там у нас кто там у нас обезьяны там у нас зайцы там лягушки еще там есть лисицы но это на других свитках они ведут себя совсем как люди то есть обезьян там что-то стащила заяц за ней гоняется но на этом свитке до лягушка там тоже что-то кричит какая-то лягушка там вообще слева в обмороке что-то там с ней произошло то есть это достаточно такие забавные свитки забавные картинки кстати манга как раз переводится как веселые или забавные или еще странные картинки как читая как читались эти свитки читатель разворачивал свиток до справа налево потому что японцы у нас читают справа налево и действие также разворачивалась вместе с этим свитком то есть сдавался такой вот эффект динамичности до эффект как будто так вот просмотр просмотр фильма какого то есть это были забавные рисунки того времени в немножко такой карикатурной и гротескной манере который еще нужно постепенно постепенно разворачивать и открывалась все новое и новое действие так что многие манго исследователи считают именно вот эмаки моно того времени вот эти тети димбуцу гига как прото мангой очень-очень важный для истории современной манги ну а следующий этап мы так немножечко перескакиваем до сразу со двенадцатого века аж на эпоху и да потому что это тоже очень-очень важно первые речевые баллоны баллоны комиксные баллоны которые используются сейчас в современных комиксах и раскадровка тоже они появляются еще на у кио э эпохи эда может быть вы слышали что такое у кио э эпоху эда это у нас 17 19 век появляется у нас город эда который сейчас известен под названием токио это новая столица это сёгунская столица все туда до сразу едут происходит там расцвет городской культуры повышается грамотностью простого народа растет роль торгового сословия вообще в японии было такое разделение на классы да не так как в индии на сильно так на каста да но тоже было то есть там были самураи там были крестьяне были ремесленники и были торговцы и торговцы занимали самое такое низкое положение поскольку ну казалось что они занимаются чем-то таким ну не очень ну приличном что ли как-то вот ну могут обмануть могут обчитать то есть такое в японии ценились на первом месте нас стоял класс самураев потом дальше шли крестьяне потому что они кормят да кормят народ потом ремесленники и потом только торговцы но вот как раз в токио того времени в старом это да торговое сословие начало стремительно богатеть и уже диктовала свои вкусы диктовала свои вкусы отличные от аристократических вкусов самураев то есть как раз к тому времени в это в токио становится популярной дешевая такая бульварная литература какие-то либо карикатуры либо сатирические картинки да то есть разные темы разные жанры но немножко более простые скажем так более простые это были либо какие-то портреты красавиц либо истории про этих красавиц какие-то там мистические истории про призраков привидений смешные например спектакли какие-то сатирические произведения театр кабуки стал тогда очень и очень популярен в то время и у кио-э это как раз были картины того времени картины плывущего мира тогда зарождается особое настроение людей той эпохи когда все бренно все приходящее все мимолетно все когда-нибудь умрут но что же для этого нужно сделать чтобы это преодолеть конечно же развлекаться и наслаждаться жизнью и у кио переводится как либо плывущий мир либо мир печали и скорби и у кио-э как раз это картины той эпохи да картинки гравюры верно о бренном мире картины гравюры о плывущем мире быстротечном мире и эти гравюры печатались действительно на разные темы разные жанры и начинались они как рекламки как афиши это были либо портреты красавиц либо актеров театра кабуки была эротическая гравюра очень популярную японцев того времени были какие-то пейзажи и сатирические произведения но нам у кио-э важны именно с точки зрения связи с мангой верно и давайте посмотрим что мы видим на у кио-э эпохи эда авторство утагава куниоси посмотрите пожалуйста ничего вам не напоминает ли вот эти вот слайды да вот эти вот картинки на слайде слева и справа слева у нас просто типичные такие прото речевые баллоны да когда люди что-то говорят да либо что-то думают а вот эти вот слова их и мысли они отделены от других от другого текста от основного текста и вот эти вот хвостики да они как бы карту персонажа либо голове персонажа они приближены вот что это как не первые баллоны вот Вот, пожалуйста, они еще даже существовали тогда. И раскадровка справа, например, тоже. Это ведь как страничка какого-то комикса. У нас уже идут рамки, у нас уже идет отделение названия от основного текста, от какого-то еще текста и от основной картинки. То есть именно как раз в эпоху Эда у нас заражаются вот такие вот интересные как раз произведения, которые тоже можно считать прото-мангой. И также в эпоху Эда у нас были книги с картинками Эхон. Посмотрите тоже, да. Они тоже, кстати, черно-белые, тоже монохром был. Они были очень дешевые на самом деле. Их читали просто для развлечения и называли даже еще такую литературу Куса-цоси. То есть Куса по-японски это трава. Это вот литература такого низкого уровня, как вот трава под ногами, ну уровня травы. То есть не какая-то там высокая литература. И посмотрите, сколько было текста в Эхон. Все пространство, которое у нас не занято картинкой, оно заполнялось текстом. То есть по контуру слева, справа, над персонажем, под персонажем. И часто японский читатель вообще не понимал, откуда начинать читать. И чтобы как раз решить эту проблему, авторы стали также разделять и прорисовывать такие вот речевые, либо мыслительные баллоны тоже. Давайте посмотрим. Справа у нас тоже огромный-огромный такой вот баллон, показывающий сон как раз этого человека, персонажа, героя. И слева то же самое, то же самое. Там вот как раз уже картинка, она тоже заключена вот в баллон. То есть что-то тоже либо сон, либо видение, либо представление, либо воспоминание тоже отделено вот таким вот небольшим баллоном. И хвостик как раз вот идет у нас к персонажу. То есть это тоже, что это как не вот прото-манга. Вот это вот было как раз в эпоху Эда у нас. Ну и, конечно же, для нас как исследователей манги наиболее интересен 20 век, поскольку просто за небольшое вот время произошло огромное число событий. После открытия Японии в эпоху Мэнди, это 19-е, конец был, туда хлынули иностранные журналы, иностранная литература, иностранные комиксы, анимации. И Япония жадно впитывала новые техники, новые приемы, вообще все, что для них раньше было неизвестно. И вот о 20 веке мы очень-очень подробно будем как раз говорить на курсе «Жанровая палитра манги». Потому что вот 20 век – это вот как раз время появления новых жанров, время экспериментов, время поисков. Вот такая страсть к творчеству, желание писать свое имя в историю манги, у мангак. То есть это вот прям очень-очень интересное время. Вы, наверное, вот как раз знаете про японскую черту «заимствовать, потом переделывать». И в первой половине 20 века художники мангаки, естественно, пытались подражать, пытались копировать европейские комиксы. И американские комиксы. Вот как раз слева, левая картиночка – это известная манга периода 30-х годов, которая называется «Нуракуро» – «Бродячая собака-черныш» – перевод. Был период милитаризации тогда в Японии, так что это были типичные пропагандистские манги, тайтлы. И вот сюжет, естественно, там японский, но главный герой был срисован, был скопирован с одного тогда известного и популярного персонажа – это кота Феликса. Вот тоже они действительно похожи. Правда, там котик, а здесь получилась у нас собака. «Бродячая собака-черныш», тоже интересная очень манга. А вот справа, справа, да правая картинка, ну, я думаю, мы кого-то можем точно узнать из этого. Это артист неизвестен, пишет, да, но на самом деле это прям такой плагиат персонажей, когда персонажи просто перерисованы были с американской анимации, американских комиксов каких-то. И эта книга у нас принадлежит к такому пласту книг «Акахон», про которых вы, может быть, как раз читали, недавно был пост, как раз книги «Акахон». Они были дешевые действительно книги, они очень часто подорожали, очень часто это был прям такой прямой плагиат, либо просто перерисовка какая-то, да, добавлялись, может быть, какие-то японские сюжеты туда, но это прям был вот практически 100% плагиат, да. Но эти книжки были дешевые, печатались на дешевой бумаге, преоплодали краски красного оттенка там, ну, за счет чего они получили такое название «Акахон». Плюс была связь в этом названии к, опять же, периоду Эда, потому что в период Эда книги «Акахон», книжки в красных обложках тоже были очень-очень популярны. Ну, вот, как мы видим, да, первая половина 20 века, это у нас было подражание прям такое прямое иностранным комиксам. Да, хотела, кстати, сказать, что манги выбирали, мангаки, вернее, да, извините, мангаки выбирали старую, немножко театральную манеру комикса. Герои у нас были изображены с головы до пят, то есть крупного плана было очень мало, то есть как будто бы читатель – это зритель в театре, как будто бы он садится и смотрит какой-то спектакль на сцене, то есть крупного плана к тому времени было очень-очень мало. Были в основном такие вот сцены дальнего плана, да, как будто бы он смотрит на сцену или пролистывает цветы перед глазами. И крупного плана тогда еще не знали. Было очень-очень мало таких экспериментов. Друзья, мы подготовили для вас полезный подарок. Это пять уроков от преподавателей нашей школы, которые посвящены истории и культуре Японии. Переходите по ссылке под данным видео, регистрируйтесь и получайте уроки на вашу почту. На уроках вы узнаете про религию Японии, про то, как правильно себя вести в стране, чтобы не обидеть японцев, узнаете про известные города и про историю развития данной страны.